Где сейчас находится здание НВК Саха, военный комиссариат, радиоцентр? Вся эта площадь ранее принадлежала якутской военной команде. Здесь находились солдатские казармы, дом начальника гарнизона, лазарет, флигели-квартиры, склады. Сама якутская команда просуществовала до 1918 года. Руководителем, командиром нашего якутского гарнизона был Николай Дмитрианович Попов. Полковник, участник русско-японской войны, имел боевые награды. И самое главное, он был родным дядей нашего знаменитого художника Ивана Васильевича Попова. Позже, в 1921 году, когда встал вопрос о создании военной школы, место для нее было выбрано тоже. Ведь уже были помещения для казармы, был плац. И в 1924 году на этой же территории открылась Якутская национальная военная школа. Якутская национальная военная школа просуществовала до 1941 года. Там у нас вышло огромное количество будущих офицеров, в том числе и героев Советского Союза Николая Чусовской. Там целый ряд, более 900 человек были выпущены из этой национальной школы. И соответственно, в этот же год, то есть в 1924 году, улица Казармина была перевинована в улицу Красноармейская. А уже в начале 60-х годов Красноармейская улица получила свое нынешнее название. Имени Орженикидзе, которого мы знаем как видного советского государственного и партийного деятеля. Серго Орженикидзе в 1916-17 годах отбывал ссылку в Якутии, в частности в селе Покровск. Дело в том, что тогда, когда он там работал, фельдшером, будучи в ссылке, он познакомился со своей будущей супругой Зинаидой Гавлилиной Павлуцкой, уроженкой как раз хангаласского улуса, ну в смысле имеется в виду Покровска. Она работала тогда учителем начальной приходской школы и была дочкой священника. И вот отсюда они в 18-м году, после февральской революции, вместе с другими полицинами покинули наш город Якутии. К слову, хангаласский улус до 1991 года также носил имя Сергор Орженикидзе. В городе еще есть площадь его имени. Так что можно смело сказать, что этот грузинский революционер оставил большой след в истории нашей республики. А эта табличка, установленная в 60-х годах, подсказывает горожанам, что на этом месте стоял дом, где некогда снимал жилье человек, чем именем названа Центральная улица Якутска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова